Вопрос меня волнует очень давно. Начал я обращать на это внимание еще с февраля месяца, сами понимаете, после каких событий. И если уже никто не говорит об этом, то должен, значит, кто-то сказать. Этим кем-то оказываюсь я, когда нужно уже говорить и заявлять о том, что происходит, и нельзя молчать. Ежедневно сталкиваюсь с людьми, общаюсь с людьми, и слышу их позицию, разная позиция, и могу говорить, что она однозначная. Есть люди, которые поддерживают спецоперацию, есть те, которые не поддерживают спецоперацию. Но когда люди говорят об этом на кухне, это одно. Когда в публичном пространстве происходит мнение, особенно меня возмущает саргазм, когда происходит. И последняя капля, которая заставила меня выступить сегодня на этом заседании, когда я узнаю, что представитель от нашего парламента участвует за пределами Российской Федерации в мероприятии, на котором участвуют недружественные нам страны. Убираю в сторону отношение к спецоперации, но в целом ситуация, которая сейчас есть, и в том числе, почему эти страны недружественные, потому что от них страдают жители, те, кто нас избирал. Мы являемся представителями всех жителей, которые страдают от этого. И участвовать в таких мероприятиях, где заявляют, что у нас здесь присутствует депутат от Астраханской областной дома, меня лично, как депутата Астраханской областной дома, это оскорбляет. И довести до вас эту позицию я просто был обязан. Я очень рад, что это выступление происходит в конце, когда мы в узком кругу среди депутатов это обсуждаем. Но тем не менее, почему это последняя капля? Хотелось бы просто отметить, и я вот здесь захватил с собой ряд высказываний Олега Васильевича, именно. Можно по-разному относиться к партиям, можно по-разному относиться к чиновникам, можно по-разному относиться к руководителям, но заявлять в публичном пространстве громогласно и безальтернативно о каких-то вещах, тем более хваля другие государства, я считаю, что это возмутимо и невозможно. Тем более, что в федеральном парламенте решения одинаковые у всех, позиция у всех одинаковая. И все мы понимаем, что нам нужно объединяться, и не ради того, чтобы объединиться вокруг руководителя и президента, хотя и это заявляют все наши руководители фракций и руководители партий, всех в парламенте федеральном, а нужно объединяться вокруг народа, который страдает сейчас от той ситуации, которую нам эти недружественные страны и принесли в Россию, по сути. Вот в частности, такие вот, я приведу вам цитаты некоторые, когда говорят, нас малообразованных людей надо учить. Малообразованные это мы с вами все. Поэтому раньше, чем раньше мы избавимся от имперских фантомов, тем меньше издержки понесем. Вы считаете это допустимо? В публичном пространстве такие высказывания? Я считаю, что нет. Опять-таки, я сейчас говорю только о моей позиции. Вашу позицию, я надеюсь, я услышу, почувствую и скажу, для чего я это все говорю и выступаю. Или еще одно, еще лучше цитата. Потому что пришло время платить по счетам за имперское слабоумие. Допустимо? Я думаю, что все согласны со мной, что это недопустимо. Плата за это только начинается и будет, к сожалению, долгой. Или, например, когда идет разговор о помощи Донбассу, освобожденным территориям. Называются цифры и говорится, много ли это? Это сумма равная той помощи, что федеральный бюджет оказывается в Астраханской области за 80 лет. Переносится понятие, совершенно несопоставимый. Причем тут Астраханская область, федеральный бюджет. И причем тут освобождение территории и внешняя политика. Или, ну, у меня на самом деле подборка большая. Я думаю, что вы все сможете с ней ознакомиться. Или, например, ну нет, собиратели земель празднуют 12 июня. Однозначные высказывания, то есть без вопросов, без комментариев, без обсуждений. Или же, вы все помните сказку, да, когда казнить нельзя помиловать. Помните, как это там, запятая меняется. У нас наш коллега, он пошел дальше. Президент заявляет речь. Через 10 лет Россия будет жить лучше, заявил Путин. Наш коллега пишет. Россия будет жить через 10 лет, заявил Путин. Разные выражения. Думаю, что кардинально разные. И даже не запятая переставлена, одно слово убрано. Смысл тут же меняется. Сейчас мы с вами не живем. Для чего вся эта подборка? Эта подборка для того, чтобы обратиться в комитет по этике. Передать все это. Я с вашего разрешения передаю это все. Председателю Думы. Для обращения в комитет по этике. Для того, чтобы дать оценку. Сейчас пришло то время, когда уже нельзя стоять в стороне от этого всего. И необходимо давать оценку. Мы все с вами должны в этом участвовать. Но я говорю, это не для того, чтобы Олегу Васильевичу лишить мандата, убрать депутатов. Нет, его нужно оставлять депутатам. Обязательно. Потому что если он не будет депутатом, он пойдет в школу учить наших детей. Будет учить, мы теперь понимаем как. Поэтому я не хочу, чтобы он пошел в школу. Пускай он лучше будет здесь. И мы будем ему оппонировать. А те браватные речи, когда с ухмылками заявляется о том, что вот у нас доллар, он падает сейчас. Мы получим дырку в 3 миллиарда. Вот эти панические настроения для чего? Тогда где были браватные речи, когда у нас доллар с 30 рублей ушел на 60? Мы должны были устраивать пляски песни о том, что как хорошо у нас бюджет увеличится в два раза. Почему не было этого тогда? Я, например, считаю, что у нас людям стало лучше от того, что доллар упал. И здесь вот разница между историком и экономистом. Когда в экономике я считаю, что это лучше. Разве плохо, что у нас люди будут покупать товары в два раза дешевле? Хорошо. О том, что дырка в бюджете и не надо нам делать назначение, как сегодня заявлялось, оказывается, мы переживаем за наших нестинных магнатов. Что они будут зарабатывать меньше. И бюджет надо сделать меньше. Чем меньше мы покажем бюджет, тем меньше мероприятий мы предусмотрим. А потом мы будем в конце года говорить, а у нас профицит оказывается огромный. Так лучше мы будем искивать деньги на финансирование всех тех программных мероприятий, которые должны быть. И пускай прогнозные планы будут у нас какие-то там, ну, слишком оптимистичные, скажем так. И тот же дисконт, я уже говорил сегодня, дисконт, который мы делаем странам Индии, Китая и всего прочего, это хорошо, опять дружественные страны. И пускай у них экономика развивается. И когда у них экономика развивается, мы всегда сможем оттуда взять товары, когда произойдет то, что происходит сегодня. И у нас бы тогда не было проблемы, чтобы мы столкнулись с каким-то дефицитом чего-то. Тогда будет все хорошо. Тогда у нас будет экономика зависима, может быть, от других стран, но от дружественных стран. Поэтому, коллеги, прошу принять во внимание мое выступление. Игорь Александрович, вас прошу передать в Комитет по этике. И в связи с этим, у меня какой еще вопрос? У нас, вы все знаете, комиссию по этике, у нас возглавляет однопартия Олег Васильевича Валентин Геннадий. Я надеюсь, вы в этом вопросе будете не действовать в рамках партийной дисциплины, а в рамках совести и регламента, который у нас есть. Также прошу максимально открыто и публично провести заседание этой комиссии с приглашением всех депутатов. Я думаю, этот вопрос должен углавать всех, и мы не можем оставаться в стороне от этого вопроса. Спасибо, коллеги. Это все, что я хотел до вас довести. Маленькие вопросы, КВП. Если вы хотите, пожалуйста, вы хотите? Да, пожалуйста. Кручу, Дмитрий Васильевич. Какая недоточность страны, как вы сказали? Я, в отличие от вас, не хочу голословно заявлять какие-то вещи. Я думаю, комиссия по этике как раз полный перечень этих стран предоставит. По той информации, я же сказал вначале, по той информации, которая у меня есть, вы находились за пределами Российской Федерации с недружественными нам странами. Поэтому комиссия по этике и должна выяснить, какие страны были и входили ли они в перечень этих стран.